Анастасия ученица 11 класса. В этом году ей предстоит сделать сложный выбор, определиться с будущей профессией. Но чтобы поступить в желаемый университет, девушке нужно успешно пройти внешнее независимое тестирование. Поэтому готовиться к нему начала заранее. Начала подготовку к ЗНО где-то с середины учебного года. Готовлюсь я сдавать украинский язык, литературу, английский язык и математику. Тяжелее всего будет мне математика. Дается именно математика, на нее я уделяю больше всего времени. Готовиться к тестированию Анастасия самостоятельно. Говорит, никогда не нуждалась в услугах репетитора. Занимается по специальным сборникам. Их средняя стоимость около 85 гривен. На подготовку уделяю ежедневно около часа. Могу чуть больше, если есть свободное время. Занимаюсь я сама без репетиторов, поскольку поняла, что имею доступ в интернет и имею большое желание, можно подготовиться. Один из самых распространенных способов подготовки к ВНО – подготовительные курсы в университетах. Ежегодно их посещают около 500 абитуриентов. На сегодня это великий попит с боку абитуриентов. Больше того, это значная возможность, которую могут использоваться не только абитуриенты города, но и Запорезькой области. И, в основном, мета подготовки курсов в НОУ – поддержать подготовке к ВНО. Многие абитуриенты предпочитают подтягивать свои знания с репетиторами. Такие уроки не менее эффективны, утверждают частные педагоги. Самыми востребованными предметами остаются английский, украинский языки и математика. Сейчас по-прежнему спрос остается. Вопрос поступления стоит остро всегда. Для того, чтобы успешно готовиться, нужно много лет заниматься. И были ученики, с которыми я занимался буквально с 8 класса и до конца школы. Тогда было все хорошо. Кто-то обращается, допустим, в последний год именно в 11 классе. Средняя стоимость услуг репетитора составляет от 50 до 120 гривен за один час. Все зависит от уровня сложности предмета. Год такого обучения может вылиться в немалую сумму – около 10 тысяч гривен. А вот подготовительные курсы в университете обойдутся в разы дешевле – 1600 гривен за два семестра. Анастасия утверждает, готовиться к таким ответственным экзаменам нужно индивидуально. А вот общие курсы в университете, говорит, вряд ли приведут к желаемому результату. В университет я не пошла, потому что считаю, что слишком много людей занимается одновременно. И сосредоточиться очень тяжело. И не только тебе уделяют внимание. Некомфортно, мне кажется. Первый тест войну абитуриенты смогут пройти уже 5 мая. Вступительная кампания вуза начнется с 11 июля. Евгения Ли, Сергей Чалый, Руслан Шевченко, ТВ5.